Яростный стройотряд 1980 год. Олимпиада. По окончании первого курса, успешно сдав летнюю сессию, я посчитал, что пора помочь стране поднять, наконец, на невиданную высоту сельское хозяйство или что-нибудь построить, а заодно немного заработать. И так как спортивные мероприятия меня не прельщали, то я, поддавшись романтическим призывам Александры Пахмутовой и Александра же Градского насчет яростного строя отряда и радостного строя гитар, решил, что как представитель передового отряда молодежи я просто обязан влиться в ряды строителей светлого будущего, то есть стать яростным бойцом этого самого яростного строя отряда. Выяснилось, однако, что в Уренгой, откуда люди привозили за сезон по полторы тысячи рублей, по тем временам огромные деньги, набор уже окончен и что в Кемерово, где зарабатывали не меньше, тоже не попасть. Остался один маршрут на Северный Кавказ, а именно в какую-то усть Джигуту, где располагался огромный тепличный комплекс, и даже не в саму усть Джигуту, а в недалеко от нее расположенный аул Кубина. Делать было нечего, и, вспомнив, что Кавказ — это всесоюзная и кузница, и здравница, и житница, я не сильно расстроился, предвкушая, как здорово будет трудиться на благо Родины и себя любимого на фоне величественного Эльбруса, наслаждаясь наидешевейшими свежайшими овощами и фруктами, которые, по мнению коренного москвича, там продавались ведрами и стоили сущие пустяки. Отряд был сборным, то есть состоял из студентов с разных курсов и разных факультетов, а также аспирантов, лаборантов и даже рабочих с опытного заводика при факультете автоматизации и механизации производства. В поезде было весело, играли в преферанс на интерес, не путать игру на интерес в местах не столь отдаленных, раздавалось бренчание и гитары, кто-то пел, кто-то травил анекдоты. По приезде на место нас, а нас было всего сто человек, разместили в спортзале школы, точно такой же, как та, которую я недавно окончил. Впрочем, 14 человек командиров и так называемых комиссаров, а также 4 представительницы прекрасного пола, разместились где-то в другом месте. Вскоре нас ознакомили с фронтом работ. Неподалеку располагался тепличный комплекс под названием «Южный». При проведении инструктажа по поведению на территории противника до нашего сведения довели, что предыдущий стройотряд был вынужден уехать в связи с конфликтом, разгоревшимся между аборигенами и бойцами прошлогоднего стройотряда, заступившихся за своих трудовых подруг, дружбу с которыми местные джигиты хотели перевести на несколько иной уровень, превратив ее в любовь. Административно этот комплекс был подчинен Москве и выращивались там в основном огурцы и помидоры, долженствующие радовать москвичей среди зимней стужи. Наша задача состояла в следующем. Вдоль стеклянных стен и стеклянного же потолка, на расстоянии примерно 50 сантиметров друг от друга, шли дюймовые трубы отопления, и нам предстояло их покрасить. Нас ознакомили с графиком работ, согласно которому мы должны были живописать оные трубы по 14 часов в день, оторвавшись от этого увлекательного занятия на два часа для принятия пищи и послеобеденного отдыха. Не все с воодушевлением и комсомольским энтузиазмом отнеслись к перспективе участия в столь явном нарушении экзота. Но наши командиры и комиссары объяснили нам, что работа аккордная, немалая общая сумма оговорена, и чем быстрее мы справимся с поставленной задачей, тем быстрее получим бешеные по тем временам деньги и отправимся с приятно отягощенными карманами в родные пенаты. Сам пузатый таракан, как мы прозвали нашего главного командира, имевшего не по возрасту большое брюхо, клятвенно пообещал, что все так и будет. Посулы наших идейных пастырей возымели действия, и все мы с радостью согласились стать нарушителями трудового законодательства. Наш трудовой энтузиазм несколько смущал тот факт, что нам не выдали спецодежды. Единственное, чем нас обеспечили, так это рукавицами и кусками каракуля, которые мы должны были к ним пришить самостоятельно. Правда, иголок было всего пять штук, и сие действие затянулось далеко за полночь. На утро, без всякого завтрака, какой может быть завтрак в пять часов утра, нас погрузили в автобус, именно погрузили, а не посадили, потому что автобус был один, вместимостью шестьдесят человек, а нас, как уже было сказано, сто, и повезли на место будущих трудовых подвигов. Температура за бортом приближалась к сорока градусам, на небе не облачко. Автобус, выгрузив нас в чистом поле, фыркая двигателем, выпустив черное облако из выхлопной трубы, громыхая непринайтовленным огнетушителем и какими-то ведрами, умчался прочь и скрылся в клубах пыли. Когда пыль немного рассеялась, то, приглядевшись, мы увидели вдали какие-то сооружения, ослепительно блестевшие на беспощадном солнце, примерно в километре от нас. Это и была арена для трудовых свершений. Теплицы занимали огромную площадь, и весь комплекс напоминал иллюстрации к какому-то фантастическому роману о далеком будущем. Так как, как уже было сказано, спецовок нам не выдали, то многие решили, что плавки — это единственный предмет одежды, который не жалко возложить на алтарь трудовой славы, и кроме них и рукавиц ничем себя не обременили, положив остальную одежду в дефицитные полиэтиленовые пакеты. Некоторые теплицы функционировали, в некоторых только проводилась засыпка грунта. Нам достались последние. Наскоро ознакомив нас с техникой безопасности, нельзя работать на высоте более двух метров при температуре свыше 30 градусов, нельзя работать с ядовитой краской без респиратора, нельзя в непроветриваемом помещении смешивать ингредиенты — кузбасс, лак, серебрянку и сольвент и так далее. Респираторов, тем не менее, нам не выдали, и температура явно превышала предельные 30 градусов примерно раза в два, высота, на которой мы должны были работать, составляла около пяти метров. Но, памятая о бешеных деньгах, которые мы должны были получить за ударный труд в этих близких адским условиях, мы расхватали ведра, налили в них краску и полезли под самый потолок притворять в жизнь решение партии по обеспечению граждан свежими овощами в зимний период. Помимо вони, распространяемой краской, воздух был насыщен мелкодисперсной пылью, поднимаемой мототележками, развозившими высохший до состояния праха грунт. Процесс окрашивания заключался в следующем. Повесив ведра на трубы, по которым мы ползли на высоте второго этажа, зачерпывая из них краску руками в рукавицах с нашитым каракулем, мы, обхватывая эти трубы, превращали их из ржавых и страшных в серебристые и блестящие, предварительно очистив их шкуркой. Через некоторое время все мы стали похожи на чертей из преисподней. Впрочем, в преисподней и грешникам, и обслуживающим их чертям было не так жарко, и дым из-под адских котлов был, по сравнению с вонью краски, сладок и приятен. В обед за нами приехал автобус, и перед нами возник вопрос, как привести себя в более или менее приличное состояние, чтобы как можно меньше походить на персонажей страшных сказок, которыми пугают непослушных детей. Вопрос был снят, когда нас подвели к железнодорожной цистерне с врезанным в нее душем и наполненной ароматной соляркой. Надев на головы полиэтиленовые пакеты, мы наслаждались душем из горячей солярки и успокаивали себя мыслью, что это не бензин, а продукт, в общем-то, менее вредный для кожи, чем, скажем, царская водка. Когда божественный аромат солярки почти полностью нейтрализовал не менее божественное благоухание краски и пота, мы посчитали себя достаточно чистыми для ожидающей нас скромной трапезы. Трапеза несколько обманула наши ожидания, она оказалась не скромной, а очень скромной. Готовили ее четыре наши трудовые подруги, которые, как выяснилось, были лишены каких-либо кулинарных способностей. Впрочем, из предложенных им продуктов даже шеф-повар ресторана «Прага» вряд ли смог бы приготовить что-либо удобоваримое. На первое был роскошный суп, состоящий всего из двух ингредиентов – вермишели и жиденького рыбного бульона. Правда, на столах в огромном количестве на блюдечках имелась каменная соль, которую можно было время от времени посасывать, чтобы подчеркнуть тонкий вкус далекатеса. На второе нам подали ту же вермишель, но уже обезвоженную. Правда, к ней полагался либо рыбий хвост, либо рыбья голова. Это уж кому как повезло. Ну а кому совсем не повезло, тому вместо всего этого рыбного сорти досталось несколько блестящих чешуек. Эту рыбу, неисчерпаемые запасы которой грозили никогда не исчерпаться, мы назвали ледяной, хотя к благородной ледяной рыбе она не имела отношения. Просто ее температура всегда была ниже температуры окружающей среды градусов на сорок. И все это лукулого угощение было предложено запить напитком с тончайшим еле уловимым ароматом чая, рецепт которого мы узнали чуть позже, и который был на удивление прост. На полтора ведра воды одну маленькую пачку грузинского чая, который к чаю как таковому имеет косвенное отношение. Поначалу, разглядывая на свет грязный стакан с этим шедевром баристерского искусства, я подумал, что это почти прозрачная жидкость и есть тот самый зеленый чай, о полезных свойствах которого я много слышал, и благодаря которому местные жители доживают порой до ста с лишним лет. Благоговейно сжимая пропахшими соляркой руками стакан, сожалея о том, что посторонний запах мешает мне в полной мере насладиться ароматом этой амброзии, я вкусил, и, как говаривал Антуан де Сент-Экзупери, ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Воодушевившись мыслью, что жрать, в общем-то, дело свинячье, мы загрузились в автобус и поехали на поле боя за будущий урожай. Лица у всех были задумчивые. Нас немного смущало отсутствие наших командиров за общим столом. Прибыв на место, мы расселись по своим жердочкам и продолжили свою творческую деятельность на Ниве обеспечения народа огурцами. К вечеру, когда наши организмы в полной мере ощутили нехватку калорий и с вожделением и тоской вспоминали казавшийся теперь роскошным обед, от которого некоторые по глупости и снобизму отказались, мы, приняв душ из солярки, дружно погрузились в автобус и, разглядывая окружающие красоты сквозь пыль, проступавшие за окнами, покатили на место дислокации. А пейзаж был действительно хорош. Живописные предгорья вдали венчались снежной шапкой величественного Эльбруса. Ужин, слава богу, которого нет, в корне отличался от обеда по составу блюд. Если на обед подавали вермишель, то на ужин нас решили побаловать изумительными рожками местного производства. Очевидно, чтобы деликатесный продукт не утратил своих вкусовых качеств и целительных свойств, и не были потеряны витамины, содержавшиеся в серых устрашающего вида закорючках, варили их, очевидно, не более двух-трех минут, охладили до комнатной температуры и подали под рыбным соусом с отдельными включениями, нет, не рыбы, а чешуи. Запивать кулинарный шедевр предлагалось оставшимся от обеда так называемым чаем. Пытаясь проглотить неудобоваримый продукт, произведенный местной фабрикой макаронно-резиновых изделий, мы мечтали только об одном — добраться до раскладушки в спортзале. Последующие дни не слишком отличались от предыдущих, и после нескольких четырнадцатичасовых рабочих дней нам начало казаться, что макаронные изделия, которыми нас подчивали, — непозволительная роскошь, и нам по статусу вполне подошло бы сено, а в качестве лакомства — немного свежего клевера. Вскоре на обед мы решили не отвлекаться, заменив его вместо обеденным сном в тени цистерны с соляркой. Но как-то раз молодые организмы заявили о себе особенно настойчиво, и мы организовали вылазку на картошку, точнее, за картошкой, осчастливив своим вниманием поле одного из местных аграриев. Так как было только начало июля, то нашей добычей оказались не клубни, а какие-то мелкие клубеньковые образования, с трудом обнаруженные нами на корнях вырванных в тропях растений. Ссыпав вожделенные корнеплоды в ведро с водой, которое предварительно обожгли и тщательно промыли соляркой, мы развели костер, соорудили из найденной арматуры таганок, торжественно водрузили на него ведро и расселись вокруг в томительном ожидании. В тень никто не ушел, все молча наблюдали за процессом и только время от времени, сглатывая слюну, с подозрением косились на соседей, угадывая в них будущих конкурентов, предележе дефицитного продукта. Когда, по нашему мнению, картошка сварилась, то есть минут через пять после закипания, с сожалением слив на варистый бульон, господа приступили к трапезе. Я оказался самым проворным и, выхватив из ведра, как мне показалось, самый крупный корнеплод, размером чуть больше вишни, принялся со всем тщанием, старательно, наслаждаясь процессом, очищать его от кожуры, дабы в полной мере насладиться непревзойденным вкусом полусырого продукта. Полуприкрыв глаза в предвкушении божественного наслаждения, я отправил сию пищу богов в рот и долго и тщательно ее пережевывал, памятуя о том, что, тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. И, бесспорно, обществу я помог. Когда я потянулся было за добавкой, то с удивлением обнаружил, что добавки не будет, так как ведро было пусто и, как мне показалось, чисто вылизано. Ну, во всяком случае, от него уже даже не пахло ни соляркой, ни краской. Так как после нашего набега на картофельное поле местные жители усилили бдительность и повторить грабеж не представлялось никакой возможности, то мы, отбросив чванство и снобизм и повинуясь зову голодных желудков, все-таки ездили на обед на место дислокации, и макароны с рыбьей чешуей уже не казались нам такими уж несъедобными. И вот однажды в кои веки небо смилостивилось над нами, затянулось облаками и осчастливило дождем как раз в тот момент, когда обед закончился, и у нас оставалось еще с полчаса на послеобеденную сиесту. После нашего приезда прошло уже две недели, но наших командиров с комиссарами на рабочих местах мы почти не встречали. Обедали они отдельно от нас, и мы стали постепенно забывать об их существовании. Но в тот день нам о них напомнили. На наш отряд был выделен уазик Буханка с шофером. Для разъездов наших любимых командиров, как впоследствии выяснилось, по местным злачным местам. Но выяснилось это много позже. Открыть глаза нам помог дождь. Наши отцы-командиры из-за непогоды не пошли в этот раз в столовую, а распорядились привезти обед туда, где они изволили почивать. И вот к столовой подкатывает уазик, из него выходит шофер, заходит внутрь, и через некоторое время появляется с огромной сковородой, полной шипящей еще яичницей с поджаренными ломтиками краковской колбасы. Погрузив сковороду с этой пищей богов в салон, он возвращается в столовую и выносит оттуда целый таз салата из помидоров и огурцов с луком, приправленный сметаной и щедро украшенный укропом. Затем, как ни в чем не бывало, садится за руль и, окутав нас облаком выхлопных газов, спокойно себе уезжает. Дальше все было, как у Пушкина. Народ безмолвствовал. Почему-то больше всего нас возмутило наличие укропа. Но до забастовки было еще далеко, и мы, обсуждая увиденное, направились в автобус, причем каждый уговаривал себя. Ну и что? Ну и подумаешь. Зато мы такие деньжищи огребем, когда закончим совершать трудовой подвиг. Однажды нас, как нам сказали в виде отдыха, бросили в поля ворошить сено. Мало того, с собой нам выдали сух паек, состоящий из банки тушенки и куска лаваша на каждого, которые после осточертевшего ежедневного меню казались нам неслыханными далекатесами. Приехав на место, мы разделись до плавок, сложили все вещи в одну кучу и приступили к борьбе за обеспечение кормами как крупного, так и мелкого рогатого скота. Жара стояла, как в пекле, но мы были счастливы, что работаем на свежем воздухе и вместо ставшего уже привычным и родным запаха краски вдыхаем чистый, почти горный воздух, напоенный ароматом сена. Проработав до обеда, мы вернулись к тому месту, где оставили свои вещи и вожделенные сухпайки, но вместо всего этого увидели огромную скирду, подавлявшую своими неимоверными размерами. Недалеко, в тени кустарника, с чувством выполненного долга, лежал, утомленно прикрыв глаза, водитель погрузчика стогометателя. На вопрос, а где наши вещи, он, непонимающе, взглянул на нас, пожал плечами и собрался продолжать заслуженный отдых. Поначалу мы несколько оторопели, но затем быстро пришли в себя и всей компанией набросились на несчастного земледельца так, что через некоторое время он счел за благо позабыть русский язык, ретироваться в свой стогометатель и с невероятной для этого агрегата скоростью попытаться скрыться в неизвестном направлении. После бесплодных попыток самостоятельно при помощи грабель разметать невероятных размеров соломенный дом и отыскать спрятанную в нем тушенку, а заодно одежду и часы, пришлось отыскивать местное начальство и убеждать его в том, что одежда нам нужна практически так же, как тушенка, и уж никак не меньше, чем крупному рогатому скоту Таскирда. Слава Богу, которого нет, начальство было в добром расположении духа и милостиво согласилось походатайствовать перед трактористом о возврате нам утраченного было счастья в виде тушеного мяса, того самого крупного рогатого скота, интересы которого он так отчаянно защищал, а заодно и одежды, ежели та пачечаяние будет найдено. Однажды это не вопроса. После долгих торгов, на всем протяжении которых бородатый обрак непрестанно сетовал на местных представителей советской власти, не дающих ему, как частнику, возможности как следует развернуться на ниве разведения домашней птицы и мелкого рогатого скота, решили провести натуральный обмен или, как сказали бы сейчас, бартер. За два рулона дефицита нам, а я позвал поучаствовать в сделке еще трех бойцов трудового фронта, нам было предложено восемь бутылок плодово-выгодной амброзии местного разлива под названием «Осенний сад», с десяток помидоров, несколько кусков баранины, вымоченных в сухом вине и с десяток лепешек. Оставив на время поля боя загрядущий урожай помидоров-огурцов, мы взобрались по пологому склону на небольшой пригорок, спустились в уютную живописную лощину и расположились недалеко от фермы нашего партнера по бизнесу. Развели костер, нарезали лозы, насадили на нее шашлык и пока он готовился источая невообразимые ароматы и доводя нас до полуобморочного состояния, мы вдруг решили поинтересоваться, чем же обусловлено явно негативное отношение к советской власти трудового обрека. Но что абориген вполне серьезно ответил, что это у вас там в Москве советская власть, а здесь ее никогда не было, нет, и он, надеется, не будет. Кстати, он сообщил нам под большим секретом, что работающим в этом тепличном комплексе местным жителям не платят зарплату уже второй месяц. После таких заявлений, от которых мы слегка опешили, не желая иметь ничего общего с бородатым сыном гор, решив не усугублять наш конфликт с уголовным кодексом еще и политической статьей, мы распрощались с местным диссидентом и передислоцировались на берег Кубани, которая образовывала здесь небольшую заводь. Расположившись под сенью огромной ивы, опустившей свои ветки косы в ледяные воды реки и издали напоминавшую лежащую на берегу огромную зеленую папаху, мы снова развели костер и в предвкушении шашлыка продегустировали продукт местного завода по изготовлению пойла под романтическим названием «Осенний сад». Видимо, чтобы название было оправдано, изготовитель в каждую бутылку ухитрился засунуть какие-то странные хлопья, напоминающие саргасовы водоросли, так что содержимое представляло собой и выпивку, и закуску одновременно. Тем временем шашлык хорошенько прожарился, и мы набросились на него даже не с жадностью, а с каким-то остервенением. Некоторое время раздавался только хруст работающих челюстей. Когда шашлык был уничтожен, и алкоголь возымел свое действие, нас неудержимо потянуло в воду, и мы таки устроили экологическую катастрофу местного значения. После нашего купания на воде образовалось переливающееся фиолетовое пятно, и, поблескивая на ярком солнце, направилось в Азовское море. Вдоволь насладившись купанием в ледяной воде и совершенно протрезвев, мы решили проверить слова бородатого абрека насчет задержки зарплат местным работягам, так как в те времена это было немыслимо. Подойдя к группе обедающих аборигенов, мы поинтересовались этим вопросом и получили подтверждение словам бородатого абрека «Да, действительно, зарплаты нет уже два месяца». Также они уверили нас в том, что и нам никто ничего не заплатит. Вот тут-то я и увидел, как низы не хотят, а верхи не могут. Когда мы донесли эту радостную весть до рядовых бойцов отряда, то реакция после случая с яичницей была вполне предсказуема. Народ поднялся с насиженных труб, где он гордо восседал, чувствуя свою значимость и ответственность за выполнение задачи поставленной партии по невиданному подъему сельского хозяйства и, не переодеваясь, не приняв душ из солярки, как был, захватил автобус и потребовал везти его на место дислокации. Прибыв на место, мы расселись прямо на земле около столовой и потребовали шофера автобуса привезти или принести наших отцов-командиров и не забыть захватить с собой замполитов, они же политруки, они же комиссары. Прибывшие в срочном порядке командиры выслушали нас и, переглянувшись с комиссарами, повиливая глазками, стали убеждать нас, что мы напрасно беспокоимся и что все идет по плану и беспокоиться не о чем. Все получат заработанные деньги в срок и в полном объеме согласно ведомости и затраченному труду, а на зачинщиков беспорядка будут поданы докладные в деканаты. Нас никто не выдал, и все мы с большим недоверием, поглядывая на доморощенных генералов, направились к автобусу, призывно распахнувшему двери героям трудового фронта. После всех этих событий мой трудовой энтузиазм немного поутих, вплоть до того, что я стал подумывать о дезертирстве, как поет Михаил Ножкин, но не смог я терпеть безобразие и ушел из артели дрянной. На следующее утро я нашел одного из самых мелких комиссаров, сообщил ему о своем решении покинуть поле боя и попросил его выдать мне деньги на проезд обратно в тыл, в Москву. К моему удивлению, деньги он мне выдал. Но этой суммы едва хватало на билет до Москвы, а мне еще надо было доехать до Черкеска, откуда отправлялся поезд до Москвы. Узнав, что до Черкеска всего двадцать с небольшим километров, я подумал, что в крайнем случае дойду до него пешком, наслаждаясь горными пейзажами, если, конечно, выберу правильное направление. Примерно сориентировавшись по снежной шапке Эльбруса, я вышел на шоссе и бодро зашагал к цели, совершенно не заботясь о том, чем я собираюсь питаться в пути, так как организм уже почти совсем привык обходиться без пищи. Через пару километров меня нагнал автобус и хотя я не подавал ему никаких сигналов, остановился и гостеприимно распахнул передо мной дверцу. Немного растерявшись, я вошел, оглядел пустой салон и сходу сообщил водителю, что денег у меня нет. Он не сильно расстроился и спросил только, знаю ли я какие-нибудь анекдоты. Если знаю, то он с радостью примет их в качестве оплаты за проезд. Я удивился такому предложению и очень обрадовался, потому что анекдотов знал столько, что если бы я стал их все непрерывно рассказывать, то вполне мог рассчитывать, что добродушный водитель довезет меня не только до Черкесска, но и до самой Москвы. Все полчаса, пока мы тряслись по так называемому шоссе, а точнее по грунтовке, на которой кое-где кто-то разбросал куски асфальта, шум мотора, лязг разболтанной подвески и дребезжания чудом неразваливающегося кузова заглушал здоровый смех простодушного бородатого дитя Тегор. Подвез он меня к самому вокзалу, хотя, насколько я понял, конечным пунктом его маршрута был отнюдь не вокзал, большое ему за это спасибо. Когда в кассе я попросил билет до Москвы, с меня потребовали паспорт, и хотя паспорт с собой у меня был, предъявлять я его не стал, так как мне неожиданно пришла в голову гениальная идея, как раздобыть себе деньги на пропитание. Билет до Москвы стоил 25 рублей, а до Тулы 22, то есть 3 рубля могли пойти на что-то более полезное, чем билет, так как от Тулы до Москвы ходила электричка, и я рассчитывал доехать на ней зайцем. Приобретя билет до города пряников, левшей и оружейников, я на привокзальной площади на все 3 рубля купил 30 пирожков с мясом, и в ожидании поезда, вспомнив, что в это время нас обычно подчевали макаронными изделиями, расположившись в тенистом привокзальном сквере и радуясь тому, что больше никогда не возьму в рот никакие макароны, да простят меня итальянцы, сладострастно впился зубами в пирожок, который показался мне необыкновенно вкусным. Съев еще три штуки и еле сдержавшись, чтобы не съесть одним махом и все остальные, я, наслаждаясь мыслью о том, что мне больше никогда не придется, скукожившись, ползать по трубам, вдыхать незабываемый аромат краски в сорокоградусную жару, мыться соляркой и потреблять холодные макароны с чешуей, встал, потянулся и поглядел на часы. До отхода поезда оставалось еще часов шесть. Решив ознакомиться с местными достопримечательностями, я не спеша направился куда глаза глядят, стараясь все-таки не упускать из виду водонапорную башню на вокзальной площади. Так, прогуливаясь, я случайно наткнулся на свадебное шествие. Веселая толпа шла по неширокой улице и разменуться с ней не было никакой возможности. Когда толпа поглотила меня, то в руки мне всучили кружку, налили в нее красного вина и предложили выпить за здоровье молодых. Я не стал убеждать народ, что имею к их свадьбе лишь косвенное отношение, случайно оказавшись у них на пути. Провозгласил тост и выпил, заслужив всеобщее одобрение. После этого я хотел было пойти своим путем, но мне это не удалось, и подхваченный разгоряченными гостями я вынужден был изменить свой маршрут и двинулся вместе с кричащей и смеющейся толпой в направлении противоположном предполагаемому мною. Дойдя до двухэтажного каменного дома, толпа вознесла меня по каменной лестнице на веранду, где стоял накрытый праздничный стол. После месячного поста мне показалось, что я попал в рай. Не буду перечислять все яства, скажу только, что глаза у меня так расширились, что взглянувший на меня абориген не на шутку испугался и хотел было вызвать врача, но вместо этого усадил меня за стол и налил огромный бокал вина. Короче говоря, через некоторое время я настолько проникся атмосферой праздника, что, как мне показалось, стал понимать по-абазински. Единственное, что меня удерживало, чтобы не пуститься в пляс, было опасение, что в таком разе до Москвы мне придется добираться босиком, так как от моих кет и так остался один верх, а подошва затерялась где-то на каменистых дорогах Кабардино-Балкарии. Как обычно бывает в таких случаях, время летело незаметно и опомнился я только тогда, когда до отхода поезда осталось меньше часа. Сообщив об этом печальном факте своему соседу по столу, я тем самым спровоцировал его и еще человек десять его друзей пойти меня провожать. Всей гурьбой мы отправились на вокзал. Немного не доходя до вокзала, мы зачем-то спустились на пути и, пройдя по ним метров пятьсот, наткнулись на состав, который, как уверил меня один из провожавших меня джигитов, скоро отправится в Москву. Распрощавшись с провожатами, я прошел пустой вагон и занял ближайшее купе. Закрыв дверь, я посмотрел в зеркало и, увидев в нем черное бородатое лохматое существо, подумал. Очевидно, радушие местных джигитов было обусловлено тем, что они приняли меня за сподвижника Алима, нашедшего наконец выход из одноименной пещеры. Забыл рассказать. Однажды нас освободили от работы и повезли на экскурсию по местным достопримечательностям, в частности, в Алимкину пещеру. Пещера была знаменита тем, что в ней скрывался широко известный в узких кругах местный Абрек Алим, умудрявшийся прятать в ней все свое воинство, включая лошадей. И прятался он там вплоть до окончания войны. Местные власти не могли его изловить и решили проблему радикально. Взорвали внутри пещеры все ходы выходы. Ну, все или не все никому неизвестно, так как поговаривали, что видели этого Алима в соседней области, где он возглавлял тамошнее РВД. Блаженно растянувшись на нижней полке, я попытался уснуть, но решил перед сном покурить. Курение, конечно же, наносит непоправимый вред здоровью, но в данном случае желание покурить избавило меня от многих неприятностей. Выйдя из вагона, я закурил и не спеша прошел ближе к началу состава. Дойдя до головного вагона, я обратил внимание, что состав, как говорится, ни к чему не подсоединен. Посмотрев на часы, я пришел в ужас. До отхода поезда оставалось пятнадцать минут. Слава Богу, которого нет, навстречу мне шел какой-то человек в форме железнодорожника. Я бросился к нему в надежде получить достоверную информацию о местонахождении поезда на Москву. Подозрительно оглядев меня, чему я не удивился, вспомнив свое отражение в зеркале, он все же указал вдаль, где в вечерних сумерках едва виднелся стоящий у перона состав. Поблагодарив его, я бросился в указанном направлении и через пять минут заскочил в вагон с минуты на минуту отправляющегося поезда. Предъявив плацкартный билет проводнице, я прошел по вагонам, отыскал свое место и в ожидании отправления растянулся на нижней полке. Стояла тишина. Время шло, но кроме меня в вагон никто не сел. Наконец, поезд тихонько тронулся. Я встал и решил поинтересоваться, почему не слышно других пассажиров. Вагон был пуст. Я перебрался в следующий, но и в нем никого не было. Дальше шел купейный вагон. Немного подумав, я решил справиться у проводницы о причине отсутствия пассажиров. Она разъяснила, что в связи с Олимпиадой Москва закрыта и пускают в нее только москвичей, каковых в поезде не оказалось. Попросив разрешения поселиться в ее вагоне и получив его, я устроился в купе и решил немного поспать. Разбудил меня звук открывшейся двери. На пороге стоял какой-то человек и радостно и, как мне показалось с облегчением, глядел на меня. Поздоровавшись, гость поинтересовался, нет ли в моем купе свободного места? Удивившись вопросу, я ответил, что место-то, конечно же, есть, но не применил заметить, что и все соседние купе и даже вагоны тоже свободны. Человек кивнул и высказался в том плане, что именно потому он и обегал весь поезд в поисках попутчика. Дескать, одному ехать скучно, а вдвоем и время бежит в два раза быстрее. Забросив рюкзак в ящик под лежанкой, он подсел к столику, представился, по-моему, его звали Ильей, достал из сумки бутылку водки и, спохватившись, побежал за стаканами. Водку я не любил, предпочитая вино, но что еще было делать в дороге, когда читать нечего, играть не вошто, а время скоротать надо. Достав чудом сохранившиеся пирожки, я внес свою лепту в предстоящее застолье. Илья оказался собеседником весьма разговорчивым и поначалу даже интересным. Но по мере уменьшения водки в бутылке все сильнее проявлялась одна странная особенность его речи. Он обладал способностью говорить так, что уловить смысл его монолога было абсолютно невозможно, равно как и невозможно было вставить хотя бы слово, чтобы прервать поток его красноречия. Поняв, что проследить за ходом его мысли мне не удастся, я положил руки на стол, на руки положил голову и стал смотреть в окно на проплывающие за ним огоньки. А речь Ильи все лилась и лилась, все больше напоминая журчание быстрой речки, под которой так хорошо спится. Проснулся я часа через два. Илья, видимо, высказав мне все, что у него было на душе, безмятежно спал. Бутылка была пуста, а за окном все так же мелькали таинственные огоньки. Не раздеваясь, я последовал примеру попутчика и проспал почти до полудня. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь, но, увидев соседа, все вспомнил. Илья, видимо, едва дождался, когда я наконец проснусь. Будучи малым компанейским, он, очевидно, сдерживался изо всех сил, чтобы не разбудить меня с единственной целью продолжить вчерашнее застолье. В те времена я без особого повода не пил, и мне совершенно не улыбалось приехать домой в положении рис. К тому же болела голова и во рту как будто побывал эскадрон гусар, ну или стая кошек. Одна мысль о спиртном приводила в ужас и вызывала тошноту. Описав моему веселому попутчику все симптомы, я вежливо отказался от продолжения возлияния, чему он был несказанно удивлен. Мой отказ никак не вписывался в его картину мира. К чести его один он пить не стал, и так как трезвое состояние не располагало к красноречию, а мне было тем более не до разговоров, то оставшуюся часть пути мы провели в глубокомысленном молчании. Прибыть в Тулу мы должны были засветло, но на какой-то станции поезд остановился и стоял часов семь, так что в город оружейников мы прибыли в три часа ночи. Выйдя на перрон, я распрощался с Ильей и немного ему позавидовал. Он-то сейчас придет домой, примет ванну, выпьет чашечку кофе, ну или что он там еще выпьет, а мне предстояло каким-то образом добираться до Москвы без денег и практически босиком. первая электричка отходила около пяти часов утра, так что у меня оставалось еще около двух часов свободного времени, которое я употребил на то, чтобы разведать пути незаконного прохода на платформу, с которой отходит электричка до Москвы. все было бесполезно, везде стояли доблестные стражи порядка, ощетинившиеся автоматами, что для того времени было весьма непривычно, и готовые схватить любого желающего попасть в запретную зону помимо зоны контроля. При входе на платформу стояли железнодорожные контролеры со строгими глазами и с важным видом проверяли билеты, но это еще полбеды. Рядом с ними несли свою опасную, трудную и на первый взгляд как будто невидную службу милиционеры и требовали у всех паспорта, и не какие-нибудь, а обязательно с московской пропиской. Понаблюдав некоторое время за происходящим, я заметил, что граждане в первую очередь стремятся предъявить билеты и совсем не помышляют о предъявлении паспорта, что очень расстраивает милиционеров ставя их с их точки зрения на ступень ниже контролеров. Поэтому доблестные милиционеры старались опередить не менее доблестных контролеров и первыми брать граждан воборот. Придя к мысли, что на текущий момент обладатель паспорта превалирует над обладателем билета, я решил воспользоваться конкурентной борьбой двух ведомств и пошел ва-банк, смело подошел к бравому контролеру и смело предъявил ему паспорт. Взглянув на серпастый молоткастый, контролер холодно и даже как-то брезгливо перенаправил меня к не менее бравому милиционеру. Тот, подозрительно оглядев меня, паспорт все же взял, внимательно изучил его и, с во взоре вернул его мне, не применув заметить, что, дескать, пить надо меньше, тогда и спать я буду дома, а не под забором, из-под которого я только что, по его мнению, вылез. Посторонившись, бравый блюститель порядка пропустил меня на платформу, равно как и контролер, для которого я почему-то уже не представлял интереса. В электричке мне пришлось еще пару раз воспользоваться полученным опытом и оба раза вполне успешно. Видимо, в сознании контролеров не укладывалась мысль, что зачем-то таскающий с собой в собственной стране паспорт законопослушный пассажир может не иметь билета. Добравшись до дома, я убедился в том, что родители мои уехали на дачу и что надо было все-таки получше искать ключи на месте разрушенной скирды, и тогда бы не пришлось думать, как без копейки денег добраться до дачи. Впрочем, опыт путешествия зайцем на большие расстояния у меня уже был, и до дачи я все-таки добрался. Подойдя к калитке нашего участка, я увидел маму, пропалывавшую клубнику. Я решил пошутить и, изменив голос, пробосил. У хозяйка дрова не нужны. Мама обернулась, встала и с любопытством, посмотрев на бородатого потлатого оборванца, ответила, что, мол, нет, не нужны. Ее любопытство было вполне оправдано, так как в те времена по улицам не шлялись просто так попы, бомжи и абреки. Когда я возопил, мама, это я. Она подошла ближе и не сразу, но все-таки узнала во мне блудного сына. Постскриптум. Через пару месяцев в деканате бойцам яростного строя отряда начали выдавать честно заработанные обещанные огромные деньги, которые, как выяснилось, были огромными только и исключительно в обещаниях, а на деле представляли собой жалкие 60 рублей. Причем, если кто-то начинал негромко недоумевать по поводу несоответствия обещаний действительности, то откуда-то доставалась вторая ведомость, с извинениями добавлялось еще 15 рублей, и удовлетворенный несостоявшийся кандидат в Крэзе, что-то бормоча себе под нос, уходил. Если недоумение не высказывалось, то выплата ограничивалась 60 рублями. Потом, конечно, был суд, на котором пытались выяснить, на какие средства на казенном уазике наши доблестные командиры по окончании боевых действий на сельскохозяйственном фронте съездили на пару недель в солнечный сухуми. Кто в этом виноват и что с ним следует сделать? Но это было значительно позже, когда ярость бойцов яростного строя отряда давно улеглась и воспоминания о ледяной рыбе стерлись, будучи заменены свежими впечатлениями от употребления великолепнейших беляшей в институтских буфетах, которых наряду с туалетами было в нашем ракетном колледже в избытке. Беликолепнейшем